Минусинские единороссы пригрозили заморозить членство в партии. Рисунок к статье. В фото пресс-службы партии «Единая Россия» представители Минусинского отделения «Единой России» обратились с открытым письмом к губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому. Партийцы просят главу региона навести порядок в одном из ключевых муниципалитетов Красноярья, а также защитить лидера местного отделения от прессинга правоохранительных органов. В случае, если их не услышат, единороссы угрожают приостановить членство в партии. В письме, подписанном 52 минусинцами, приводится свидетельство про счетов в работе местной власти. Последние два года в городе с большими нарушениями реализуются федеральные и краевые программы, виноваты в этом бывшие и настоящие чиновники, минус говорится в послании. Например, более 100 миллионов рублей по незаконным прямым договорам на капитальный ремонт и строительство школы и детского сада возвращены в краевой бюджет. В другом случае уже 200 миллионов рублей администрация Минусинска не получила по федеральной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья из-за махинаций с муниципальной землей. Немало места в письме удалено лидеру Минусинского отделения «Единой России» Вере Ложечниковой, против которой возбуждено уголовное дело за якобы незаконное получение премии в размере 11,5 тысяча рубль. По мнению авторов письма, уголовное дело носит откровенно заказной характер и направлено на политическое и профессиональное уничтожение человека с активной жизненной и гражданской позицией. Губернатор пока это письмо публично не комментировал. Но вряд ли для Виктора Толоконского информация об очередных разборках в Минусинской верхушке стала неожиданностью. Муниципалитет с августа прошлого года работает без главы города. В середине ноября губернатор приезжал в Минусинск, чтобы примирить враждующие кланы, однако эта попытка оказалась безуспешной. Рекомендованная Толоконским кандидатура на пост главы не набрала необходимого количества голосов депутатов, причем против губернаторского кандидата голосовала даже часть единороссов. Пока никто не предложил приемлемого решения по выходу из этой патовой ситуации. Минусинский конфликт напомнил наблюдателям о письме единороссов из Абанского района, которое они в марте 2013 года отправили лидеру партии Дмитрию Медведеву, СМ. НГ от 22 марта 2013 года. Тогда конфликт части единороссов с главой района получил резонанс на федеральном уровне и привел к распуску муниципального парламента. События в Минусинске свидетельствуют о системном кризисе в сфере местного самоуправления в этом муниципалитете, минус полагает политолог Дмитрий Золотухин. Не исключаю, что несколько десятков человек, которые подписали письмо губернатору, могут не только приостановить свое членство в партийной организации, но и вовсе выйти из нее. Такой скандал наверняка может быть замечен и на федеральном уровне, как это было с конфликтом в Абанском районе. Не исключаю, что краевой власти придется принимать жесткие меры для стабилизации ситуации в Минусинске. Представители оппозиции громкое письмо Минусинских единороссов не удивило. Муниципальную номенклатуру давно пора чистить. Особенно это касается представителей Единой России, которые постоянно попадают в скандалы, Минус уверен депутат ЗАГСобрания, представитель фракции ЛДПР Михаил Козлов. Мы уже не раз предлагали руководству края проводить ротацию управленческих кадров, не обращая внимания на партийную принадлежность. Но пока нас не слышат, хотя в других регионах, например, в соседнем Новосибирске, представители оппозиционных партий вполне успешно руководят муниципалитетами.